Всем большой привет и добро пожаловать в наше новое видео. Сегодня я с вами поделюсь мыслями, очень-очень важными, как и все мои другие очень важные мысли. На самом деле мне просто удобно, что я высказываюсь, потом пересматриваю и сама переанализирую себя со стороны. Но кому это тоже помогает, слава Богу. Поговорим про безопасность. Когда-то я уже говорила, в общем, это такая тема, которую можно бесконечно перечислять, то есть есть ли она, как ее приобрести, в чем она заключается и так далее. Все мы взрослые люди понимаем, что богатый может обанкротиться, потерять можно близких, родных источник дохода, потерять можно работу, потерять можно страну. Сейчас это актуально, как никогда. То есть все, что нас окружает и дает нам чувство безопасности, все это временно. И есть такой момент, что можно себе не признаваться в этом, жить в каком-то таком состоянии, что не хочу об этом думать, это слишком страшно. Проблема в том, что рано или поздно наступают, наверное, в жизни любого человека такие моменты. Как минимум придет старость, болезни и смерть. Никуда от этого не убежать. И в моем понимании, что лучше об этом задуматься сейчас, пока я еще молодая, глаза есть, я могу читать, какой-то разум еще остался. Вот. То есть я больше сторонник того, что если есть какой-то вопрос, если какая-то проблема, то надо его как-то попытаться разобраться. Так вот, давайте в этом видео попробуем разобраться. Если вот нам навязана вот эта вот ценность, что если у тебя будет свой дом, много денег, то ты будешь в безопасности. Сейчас мы видим, многие люди из Украины побросали дом, работы, безопасность, то есть имущество полностью побросали. То есть если не упала бомба, то просто люди сами убежали. Ну, потому что жить там стало невозможно. Вот. И то же самое до этого было в Афганистане, да, там, я не знаю, Иран, Ирак, то есть Сирия, Вивия, да. То есть можно перечислять этот список до бесконечности страны, где внешние условия, скажем так, нарушили покой человека, даже если у него было все благополучно устроено. И вот здесь возникает вопрос, если это временно, изначально мы понимаем, что это временно, хотя мы все силы свои жизненные тратили на это, да. Почему, несмотря на то, что все знают, что это не дает стопроцентной гарантии, мы все равно на это кладем всю свою жизнь? Я не обесцениваю сейчас эти понимания, то есть это к слову, да, вот, допустим, жить чтобы есть и есть чтобы жить. Да, вот эти вот поговорка достаточно простая в своем использовании, но на самом деле не простая, да, то есть у меня есть дом, чтобы жить для какой-то более высшей цели или моя цель в жизни и является жить в этом домике. Вот я живу на аренде, да, то есть мы приехали просто в Турцию и живем в арендованной квартире, когда еще там 8 лет назад, 7 лет назад, да, меня мучил этот вопрос, что я хочу свое жилье любой ценой, ипотека, кредиты, долги, неважно тем, а любой ценой свое жилье. И вот у меня за домом буквально стоит заброшка, а там недостроенный дом. Я, может, там сфоткаю, поставлю здесь на рендере. И меня мучила вот эта мысль, а там женщина его, ну, красивый очень дом, она его недостроила, она умерла. И этот дом так и стоит, то есть за наследством никто не приехал, она была немка, и ее дети, внуки не приехали оформлять наследство, в общем, через 20 лет дом отошел к государству. И вот меня мучила эта мысль, что вот женщина, да, построила свой дом таки, да, очень красивый, там вот если зайти внутрь, там видно, с какой любовью все было сделано. Полы с подогревом, 2005 год, зеркальная вот архитектура, да, то есть у нее зеркальный дом, то есть у нее окна все симметрично, да, то есть посередине, если разделить, как храмы строят, вот там дом типа храма. И видно, что это было сделано с любовью, да, то есть в каждой комнате есть санузел, два балкона, то есть две спальни, у каждой спальни есть свой санузел и два балкона, да, чтобы выйти и на одну сторону, и на другую, полностью панорамные окна, то есть терраса на третьем этаже, на первом этаже тоже все видно очень с любовью, то есть все предусмотрено, тут у нас кладовка, тут у нас кухня, тут у нас это, так там много выходов на улицу, много окон, много света, то есть видно было с любовью сделано, но она умерла, то есть даже этот супер красивый домик не спас ее от смерти. Это может быть пессимистичная тема какая-то, и может быть не каждый захочет об этом думать, но тем не менее меня эта мысль глажила, да, то есть на одной чаше весов у меня стояла хочу свой дом, на другой чаше весов у меня стояла вот женщина, да, в Турции, там возле моря, вот она строит, да, свой дом, и она все равно умерла, все равно ее не спасло от смерти. Вот где-то здесь у меня, наверное, перещелкнуло, что даже если у меня будет этот домик, даже если вот этот вот дом-заброшка станет моим, но не спасет меня от смерти, как и собственно его хозяйку, то есть никакие деньги меня не спасут от смерти, никакое имущество, никакое гражданство, вот абсолютно ничего не спасет. И я тогда начала как-то вот несмотря на весь тот стресс, который в моей голове, да, то есть для женщины не иметь как бы своего жилья, это очень стрессовая ситуация, но я думаю для мужчин то же самое, но вот для женщины, мне кажется, это особо актуально, не иметь вот этого безопасного гнездышка. Ну вот я сейчас, может, утрирую, да, то есть я говорю вот просто, чтобы понятно было в двух словах, вот, и я помню этот момент, что как сложно вот несмотря на весь тот стресс, когда вот тебе внутренние твои чувства, да, внутренние, грубо говоря, даже инстинкты диктуют тебе, что ты должна вот построить гнездышко, а там родить детей, там, не знаю, найти мужа, там, ну или там, да, у мужчин какие-то свои инстинкты, да, я говорю, очень какой-то, ну, упрощенный вариант, то есть это еда, безопасность, размножение и, ну, какая-то защита, да, наверное, да, вот дом, чтобы было где спать, еда, чтобы было что кушать, семья, дети и, ну, безопасность, да, хотя бы самая простая. Вот эти потребности есть у нас у всех, и вот внутренний голос очень-очень кричит, и у меня, по крайней мере, я тогда кричал, что ты должна в первую очередь удовлетворить вот эти потребности любой ценой. И, к сожалению, разум так тихонечко в нас кричит, если мы разбираем всю эту цепочку на составляющие, да, мы понимаем, что ничего из этого по-настоящему счастливым нас не сделает, да, и тут далеко ходить не надо, то есть дом, ну, любой дом, он надоест, ну, да, это дает безопасность, но в любом случае глобально это нас не защитит, все это прекрасно понимают. А еда тоже, то есть, особенно в старости люди, когда уже просто желудок не может переваривать, да, надо уже строгую диету, это я здесь не могу, это не могу, там, куча болезней. Дети, семья тоже не дает безопасность, столько разводов, это какой-то ужас современного мира, но, к сожалению, это реальность, да, то есть, хотим мы в это верить, не хотим, это реальность, с этим придется смириться, сейчас, не знаю, хорошую семью найти, это надо еще постараться, вот. Ну, и безопасность в мире, где, в принципе, все между собой воюют, думать о какой-то безопасности очень наивно, да, ну, к сожалению. Сейчас просто стал очень острый вопрос для наших стран, да, Россия, Украина, потому что мы сами из этих стран, но если мы посмотрим на, в принципе, жизнь других стран, да, там, не знаю, Палестина, Израиль, Индия, не знаю, там, Тибет, Китай, Америка вообще, в принципе, со всеми воюют, ну, то есть, вообще в мире полностью окутан войнами, и думать о какой-то безопасности на этой планете, ну, смешно. Вот, то есть, мы искренне понимаем, что ни одна из этих вещей нас по-настоящему счастливым не сделать, то есть, даже зачем нужна безопасность? Просто, чтобы, просто быть счастливым, да, чтобы испытывать вот это состояние счастья, которое так редко в нашем мире. К чему я, на самом деле, клоню, да, не то, чтобы там сейчас все подались в монахи, кинулись все в монастырь? Нет, конечно же, не про это, но хотя бы вот честно задавать себе, научиться вот эти вопросы, я, по крайней мере, пришла к этому выводу, что это, как минимум, разумно. Когда у меня вот на этой чаше весов стоял собственный дом, или в любом случае он не даст мне безопасности, так что же тогда даст, да, что же тогда даст эту безопасность? Вот в тот момент я очень помню, что очень сложно было выбрать в сторону вот этого вот поиска, да, настоящей истинной безопасности, то есть, что мне по-настоящему даст вот это состояние удовлетворенности, счастья, любви и спокойствия. Это было очень сложно, потому что этот вопрос очень размытый, порой он кажется очень эзотерическим, очень нереальным каким-то, про что это, о чем вы говорите. Вот, но и так как еще очень много представлений об обычной жизни, да, то очень сложно вместить в свою голову что-то новое, к сожалению. А, и тогда у меня еще были какие-то такие разочарования в жизни в плане, там, даже если я съем, там, десять вкусных пироженок, да, через полчаса я, ну, оно переварится, да, и я буду такая же как бы несчастная, какая была до этих десяти пироженок. Или там, даже если я себе куплю там три красивых новых платья, через два часа я стану такая же, грубо говоря, одинокая, как и до покупки этих платьев. То есть, это все очень временно. Вот, к сожалению, я пришла к какому-то такому, наверное, разочарованию во всем, что, что бы ни было, оно временно. И оно проходит, и мне захотелось испытать, а есть ли по-настоящему, то есть, вечный источник счастья. Неужели нету? Неужели все временное? Неужели все приходящее и уходящее? Неужели все как бы бутафорное? Вот вся жизнь для меня стала бутафорная. Короче, да, это важные вопросы на самом деле. И хотя бы просто начать их задавать. Это, как минимум это разумно, как максимум это дает шанс найти что-то более настоящее, что-то более вечное. В конце концов, мы тут все гости, да, мы не вечно на этой планете. И даже если не бомба упадет на мой дом или ракета, да, я спокойненько умру от старости. Но так или иначе, это неизбежность. И бояться этого, наверное, это... Ну, политика страуса. Мы все-таки не страусы, мы люди. Поэтому задавать такие вопросы сам себе, наверное, все-таки актуально. Крайней мере, мне так кажется. И чем раньше, тем лучше. Вот. Такое вот сумбурное видео. Спасибо за внимание. Спасибо, что вы со мной. Спасибо, что вы меня смотрите. Вот. До встречи в следующих моих размышлениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok